Привет, мои хорошие! С вами Беликова Алла. Сейчас 5 часов 10 утра, а я, как всегда, черенкую гортензию. Вот такую голубую купила. У меня три новинки. Одну вчера и две сегодня черенкую. Крупнолистая, диск шейп, голубая. Купила ее в Аби. 1299 рублей она стоит. Она была пышненькая. Вот я срезала череночки. И замочила их в Ордане. Но ненадолго замочить не обязательно. Просто окунула все. Я учусь сама. Второй месяц только черенкой. Это вот у меня спирт. Я в нем ножницы окунаю. Вот этот Ордан. И я водичку наливаю и просто вот так посыпаю. И палочкой вот так вот его размешиваю. Все вот размешала. И сейчас черенки окунула. И вот так вот их выкладываю. Чтобы стекла вот этот Ордан стекла. Вот видишь, какие здесь череночки. Их несколько получилось. Приготовила земельку. Вот такую. Приготовила. Сейчас все выложу, чтобы они стекли. Вот стойка черенков. Поместится они или нет. И накрою ее. Ну вот майонезу вот прозрачной крышечкой. Здесь у меня турфабрикет. Здоровая рассада. Зелененький такой. В фикс прайсе покупаю. В фикс прайсе он 99 рублей у нас стоит. И агробалт просто намешала. И все. Я без всякого укоренителя делаю. Мне потому что не получалось с ним очень долго. И сейчас я делаю без него. Вроде получается. Ну и вот так вот прям вставляю. Да, побольше тару надо будет еще одну. Тогда, наверное, не хватит. Вот. Итак, я их вот, которые, видишь, обламывала. Которые обрезала. Прям тесненько. И покажу сейчас мой череночник. Где они у меня. То есть вот они должны в очень легком грунте быть. У меня начало получаться черенковать. То есть крышки появляются. Сложность в том, что некоторые тяжело сохранить. Вот здесь вот, видишь, пробую. Но обрезала вот прям с череночком. С череночком таким. Который даже огрубил. Ну вот так это уже. Все. Заполнено. Еще баночку возьму. Даже я теперь не делаю отверстие. Потому что вот так. Вот у меня здесь такой грунт. Вот этот вот. И он такой, знаешь, и не сухой, и не влажный. Смотри, сколько листиков настригла. Так вот. Сделала. Грунт в горшке у меня. И дальше. То же самое. Вот сейчас все потом. Сейчас поставлю в череночник. Опрыснуть надо будет водой. Так вот этот, видишь, тоже. Тоже череночек. Ну, с корой. Сколько у меня тут черенков получилось. Вот. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать черенков. Гортензия, крупнолистая, диск, шейп. Вот. Думаю, еще может быть даже. Но подумаю. Но хочется оставить для цветения. Потому что здесь прям бутончики. То есть она большая. В основном все гортензии были там вот такие. То есть у них очень мало черенков. Это вот метельчатая другая. Сейчас тоже потом ее буду черенковать. Angels Blush. Метельчатые. Вот они лучше, конечно, зимуют. Я прям, когда покупала, выбирала черенки. Я их обработала вчера тоже смесью Ордана и Фитоверма. Они у меня пока еще на карантине. Но уже вот черенковать. И сейчас буду прыскать. Попрыскаю. Сейчас пойдем покажу в принципе все. Так. Покажу, как поставлю. И как опрыскаю. Вот это мои череночки. Так. Где у меня тут? Моя прыскалка. Кстати, видишь, чаглодиолосов купила. И лук. Лук купила тоже на распродаже в Ашане. А вот это вот мои. Ну и заказывала. Семена в Сибири. И вот еле-еле живые. Не знаю. Будут. Нет. Вот они. Хризантемки. Да, бедненькие. Сейчас буду как-то их может реанимировать. Они пришли. У меня вот эта вербена. Вот этот вот. Не знаю. Тоже выживет. Нет. Так. Ну и вот. Такой череночник у меня. Вчера черенковала вот хризантема мультифлора. Вот так она у меня стоит. И брызды их два раза в день. Сейчас покажу, как буду брызгать. Вот тоже стоят у меня. Видишь? Здесь у меня и петунии, и гортензии. И вот так отпрызгаю и накрываю. Так. Надо у нее найти вот это. Тоже хризантема. У меня уже нет никаких емкостей даже. Ну давай вот хризантему побрызгаю и покажу. Да, вот. Два раза в день. Тогда один раз в день. Ну вот так ее. Ее издалека надо. И все. Опять вот так закрыл. И у меня круглосуточная подсветка. Ну вот потом буду думать, может быть, может быть, все-таки в теплице как-то наладить этот процесс. Так, места уже, да, нет. Ну вот они у меня накрыты вот такими крышечками. Вот тоже надо брызгать петуньи. Вот так. Тут вот уже укоренились, похоже, вот. Нормально отсюда их можно будет убрать с круглосуточной подсветки. Но в нем я выключаю. Вот маленькие петунки у меня растут. Вот это тайдал сейлер. Вот здесь гвоздик укоренивается. Тоже покупала. Это огурчики растут. Огурчики, перцы. Вот эти вот вроде укоренились. Их уже можно будет поливать. Но все равно вот так выбрызгиваю. И открываю уже пакет. И буду смотреть корешки. Как вот побольше времени пройдет. Вот какого времени она подписана. Подписана 4.04. А сегодня 19... А, сегодня 20 апреля. Ну вот, и две недели прошло. Так они даже маленько в рост пустели в петуньи. Так, ну все. Вот мои череночки. Нам так вот закрыть. Их вот так вот брызгаю. Это у меня вода. Но здесь у меня остался ордан. Тоже вчера и фитовер. Немножко я просто воды добавила. Так вот немножко смочил. И тоже нужно ставить в череночник. Сейчас посмотрю, где есть место. Или уже новый опять. Какой-то контейнер покупать. Вот. Какой череночник мы проверяем. Каждый день проверяем. Что у них тут. Вот видишь, вот такой вот. Его нужно... Нужно уже... Можно переставить. Перестав... А переставляю я. Вот обрезать вот эту черную надо у нее. Переставляю вот такое вот у меня. Это уже укорененные. Тоже их надо побрызгать. То есть они уже все вот эти с крышками. Каждый день утромозируются. Вот так взрывы. Надо же смотреть, чтобы земля была сухая. Ну, торф вот у меня такой. Крепкая рассада. Так. И каждый день вот проверяю. Вот эти еще не укоренились. А которые укоренились... Вот. С корешками. Вот видишь, маленькие корешочки. Тоже вот его надо вот подрезать. То есть его можно уже из этого череночника из круглосуточного убрать. И поставить вот в такой вот уже формировать. Просто под пленочку. Потому что здесь те, которые еще... Так. Вот этот вот. Ну, вот смотри, не хочет даже. Не буду вынимать. Вот. Вот здесь вот корешочки. Видишь? Вот тоже, значит, нужно его переставлять в другое место. Здесь вот у меня вот черенкование. И вот тоже, видишь, маленькие корешочки. Так. Вот этот начал расти даже. То есть вот эти все, значит, практически вот. Смотри, какие хорошие. Значит, можно его тоже вот будет убирать и сюда ставить еще. И в пакетик. Уже не обязательно круглосуточно его. Вот он, видишь, начал расти даже. Ну, еще пока вот до больших корешков. Ну, они все равно будут пока уже не обязательно прям круглосуточно их светить. Круглосуточно светят. Свечу только те, которые вот новенькие. Вот этот вот тоже уже укоренился, похоже. Вот маленький. Не хочет. А, ну, немножечко влезать. Эти вот тоже вот. Ну, такие бодренькие стоят. Вот этот вот слегка вынимается. Корешочка Илья показывала тоже. Ну, вот как только они побольше становятся, корешочки. Здесь вот вообще маленький пока еще. То есть пусть он пока тут стоит. Вот эти вот, смотри. То есть питунки их можно уже тоже выставлять. Вот этот фиолет Вальдерман 2 апреля черенкового. Они вот тоже, мне кажется, уже пошли в рост. И поставлю их вот так в пакет. Ну, вот в пакете у меня. Вот, потому что здесь такая большая прям влажность. Так, а где уже мой? Вот новенький. И тот тоже сюда сейчас принесу. И еще дальше буду черенковать. Так, вот этот вроде тоже уже с крышками. Можно будет его убирать. Ну, вот если есть тут местечко, я буду оставлять. А которые прижились, уже буду как бы приучать к воздуху, к другому. Вот этот. Вот этот вроде так. Ванилла Фрайс. Не хочет выниматься. Так, не подписала, какого числа черенковала. А, подписала. Двенадцатого, что ли, не пойму. Ну, короче, пока Ванилла Фрайс, пока пусть еще постоит. Прям трясусь над ним. Вот этот вот не хочет подниматься. Ну, я не буду вынимать те, которые могу. Вот этот тоже чувствуется укоренился. Ну, то есть, вот у этого. Смотри, какие корешки. Просто здесь вот они стоят до тех пор, пока у них побольше будут. Вот этот вот малевый ска. Ну, чтобы они и так уже тверденько. Вот это у меня было здесь три. Ой, которые тяжело всходят. Ты долго забыла, как ее зовут. Все, вот. Вот тогда сейчас поставлю сюда и вот эти вот хризантинки, чтобы они у меня тоже не отдельно, а все в череночнике стояли. Вот. И вот этот вот тоже череночник у меня. Вот видишь, там тоже стоят, укореняются. Те, которые вот, если было интересно, полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Так, фрезентин, эти флора. Ой, смотри, вот она я ее вчера черенковала. Плохо вынула, одной рукой неудобно. Буду рада вашим комментариям, замечаниям, потому что я начинающий черенкователь. И тоже учусь, показываю процесс вместе с вами. Вот это лобелия здесь растет. Вот ее уже тоже можно, наверное, на воздух, потому что прям перелив тут чувствуется. А если перелив, это черная ножка. Вот лобелия. Немножко ее надо подсушить. Ну, как-то не очень получается у меня лобелия. Вот, пока еще пусть все здесь эти стоят. Если возможно, вот эти вот манюшки тоже недавно черенковала. Все, с вами была Беликова Алла. Буду рада лайкам, комментариям. Все, пока-пока. А, эустома. Вот, забыла, как ее зовут. Вот она открепилась. Эустома никак пока тоже не разрастается. Ну, попробую ее вынуть, а то уже здесь тоже перелив. А перелив быть не должно. Вот это мохито. Потому что тогда, ну, они тоже загнивают. Все, и накрываю опять крышкой. Сейчас все уставлю. О, и сюда сейчас. Это перец у меня. Смотрите. А, подписать еще их надо еще. Не подписала, а то уже буду потом. Все, пока-пока. Обнимаю. Целую. Всех увидимся на моем канале. chule UE presidential. erel ериф Всех увидимся на моем канале. П unfairigon caté. Пока-пока.